Я попыталась выбрать на самом деле фотографии миллион. Андрей мне сбросил две 64-гиговые флешки того, что мы сняли и с того, что мы сфотографировали интервью с парфюмерами, интервью с первыми лицами бренда. Но передать невозможно. Я попыталась выбрать совершенно несколько разных фотографий, которые хоть чуть-чуть попередали атмосферу выставки. То есть выставка очень разношерстная, очень разноплановые стенды. Вот, например, первая фотография – это выставка в выставке. А «Ансент» они всегда делают свои какие-то презентации. В прошлом году был парфюмерный цирк. Мы приехали, но я, к сожалению, не могу вам показать фотографию, хотя они были у меня. И получается парфюмерная, как ярмарка, колесо, карусель из парфюмерных каких-то скульптур. И это все движется, это все блестит. То есть реально парфюмерный цирк. В этот раз у них был парфюмерный ресторан. И вот они действительно вот в этом столе стоят. На каждом блюде аромат из тех брендов, которые они дистрибитируют. Ходят официанты с ароматами. Ну, то есть люди подходят к парфюмерии вообще в совершенно другом непривычном для нас стиле. И это очень здорово. Пошли дальше. Ага, вот как раз мы видим вот эту вот часть именно парфюмерного предложения. Оно настолько красиво и интересно выглядит, что просто, ну, я знаю бренды часть, да. Какие-то бренды не знаю, но просто интересно даже подойти. И они каждый раз делают. В Милане они же делали выставку, организовывали тепличную. То есть они представили каждую марку как клумбу. И на клумбе они выстраивали флаконы, украшали флаконы согласно марке каким-то образом. То есть вот они, конечно, новаторы. Это вот дальше стенды, которые мы посещали. Парфюм-де-Рази, например, вот они были во второй выставке, более сдержанные. Проходите, пожалуйста, заходите. Более такой закрытый для публики. Все равно каждый выбирает свой стиль, свое видение того, как это может продвигаться. Ну и, конечно, как вы понимаете, толпа нереальная. Марок очень много, пространство огромное. Новые ароматы. Потом в какой-то момент открывают выставку для публики. И тогда вообще уже невозможно, на самом деле, пробиться к стенам. Потому что публика особенно выбирает марки итальянские. Они очень большие патриоты. Они выбирают марки и, конечно, уже не отлипают от этих итальянских марок. Поэтому мы знаем, что все итальянские бренды надо пройти в первый день. Потому что потом за публикой мы не сможем. Они их очень любят, они очень много о них знают. И для них эта марка из моего города звучит как, ну, что-то совершенно... То есть будем пользоваться только этим. Итальянцы, они большие-большие в этом отношении, конечно, патриоты. Вот еще часть бренда. Это наш Дарио, не собственник бренда Profuna Good Forte. Вот, то есть и такой вариант. Это тоже выставка. Она вся очень-очень разная. Вот, например, такие бывают стенды. Были совершенно фантазийные стенды. Народ обычно на выставке приводит самое интересное, самое любимое. Самые красивые там картины, самые красивые флаконы, лимитированные версии. Вот, в частности, например, вот так. То есть выставку, она поражает всегда декором. Она поражает всегда подходом и креативностью. Это, например, стенды, часть стендов Миколефа, наверное, в Миланской выставке. То есть каждый выбирает, как бы он хотел. Вот Андрей выбрал себе там у сердца на Миланской выставке. Монталь. Монталь всегда огромные стенды с новинками, очень яркие, миллион флаконов. Каждый раз они рассказывают о каких-то новых тенденциях в собственном дизайне. Например, в этот раз они рассказывали о том, что теперь они модернизировали крышечку, и не нужно вытаскивать в эту защиту, как она называется, защелку. Теперь она в крышке непосредственно. Но у них стояли и старый дизайн, и новый дизайн. То есть, в принципе, можно было взять, попробовать подергать, а она не дергается, ага, новый дизайн. Или взять брызгать, а она не брызгается, надо выдернуть. Они все равно интересно подходят. Ну все, пошли окунаться в бренды. Марка Парфюмда Резин нас сейчас очень удивляет тем, как они развиваются. Они сотрудничают с дизайнерами, они сотрудничают с носами, и они очень пристально следят за тенденциями развития рынка. Самое интересное, что для европейцев марка Парфюмда Резин – это что-то одно из очень нишевого и базового сегмента рынка. Они на нее тоже ориентируются. И вот, например, они выпустили новый аромат «Люснов», о котором пока практически нет никакой информации, но аромат есть. И они сказали, что дизайнер, который заказал этот аромат себе, он выбрал Парфюмда Резин как лучшую марку, которая работает с розой. То есть звучит очень здорово, и мы действительно видим, что розы у них очень много, она у них разная, она у них иногда бывает совершенно непривычная нам. Но сейчас мы с вами посмотрим на нее поближе, посмотрим, к чему это нас приведет. Валерины… Май, давай. Я вам не представляла Майю. Майя – наш тренинг-менеджер, она давно работает с нашими марками, она знает об ароматах все. Каждый раз я слушаю Майю очень часто, и все равно всегда узнаю, что это новенькое. Поэтому Майя нам сегодня, наверное, что-то интересное приготовила. Мы будем ее слушать с удовольствием и задавать вопросы. Мы очень любим вопросы.